Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографией. Шведский художник, гравер, значительную часть жизни работавший в Санкт-Петербурге, получил известность как мастер городского пейзажа Бенжмен Петерсен. Родился в Арберге, Швеция. В 1750 году в семье таможенного писали. Художественное образование получил в Гетербурге у церковного художника Симона Фика и стал членом местного общества художников. В конце 1770-х путешествовал по Польше, Литве и Латвии. С 1774 по 1786 жил и работал в Риге. В 1787 прибыл в Санкт-Петербург. Сохранился текст объявлений, который художник опубликовал в Санкт-Петербургских ведомостях 22 января 1787 года. Здесь, в Санкт-Петербурге, несколько времени пребывающий живописец Петерсен, который портреты и исторические пьесы масляничными красками и карандашом рисует. Сим извещаем охотник в до живописи, что он ныне живет у синего моста в доме 154. В 1791 году женился его дочь Марию крестили в церкви Святой Екатерины в 1795 году. С 1790-го стал посылать свои работы на выставке в Королевскую академию искусств Стокгольф. После того, как в 1799 академия одобрила картину Патерсена, вид на часть так называемого летнего сада Санкт-Петербурга, художник был принят ее членом. В середине 1790-х Патерсен получил первый заказ от императорского двора, а в 1798 был назначен придворным живописцем. В 1806-м ездил на родину Швецию. Основным жанром, которому Патерсен посвятил весь долгий период своего петербургского творчества, стали городские пейзажи. По мнению исследователей, художник совершил нечто совершенно уникальное, и во многом благодаря его картине мы можем в подробностях представить себе Петербург рубежа 18-19 веков. С момента своего первого приезда в Петербург, Патерсен был очарован его прелестью и своеобразием, и всю дальнейшую творческую жизнь связал с городом на Неве. В 1799-1800 годах Патерсен создал целую серию гравюр с пейзажами набережной Невы, которую посвятил императору Павлу I. Гравюры печатались на двух видах бумаги и стоили по 20 и по 15 рублей за бумагу обычного и более высокого качества. Для картин Патерсена характерная хорошо прорисована линия горизонт, серо-голубая или золотистая тональность для акварели и раскрашенных графических листов. На его произведениях представлены практически все известные архитектурные памятники второй половины 18 века, Эрмитаж, Академия художеств, Михайловский замок, Таврический дворец и другие. Наследие художника составляет свыше 100 пейзажей Петербурга. Самая крупная коллекция его картин хранится в Эрмитаже. Скончался в Петербурге 23 июня 1810 года. Похоронен на кладбище финского прихода у современных Нарвских ворот. Ну вот так вкратце о шведском художнике и гравюре Бенджмин Паттерсон. Пока-пока, до свидания.